Итоги социально-экономического развития Североказахстанской области за 11 месяцев подвели на заседании в Акимате. Несмотря на рост основных показателей, в ряде сфер, включая сельское хозяйство, есть определенные недоработки, отметил глава региона. Кауес Нурмухамбетов перечислил районы, которые попали в число аутсайдеров по производству молока, в их числе районы Шалакына, Акжарский, Жамбылский и Есильский. В первых двух озвученной Акимом проблемы существует не один месяц. Что касается производства мяса, то областные показатели потянули за собой вниз районы имени Габита Мусрепова, Макжана Жумабаева, Мамлюцкий и Есильский. Подчеркну, что данных районов снижение производства мяса наблюдается на протяжении нескольких месяцев. На заседании Акимата по итогам 9 месяцев текущего года Аким районом Макжана Жумабаева оправдывался снижением производства мяса по ошибке Бултери при сдаче отчетности и заверил, что по итогам 10 месяцев будет исправление ситуации. Однако Аким района Макжана Жумабаева свое заверение успешно провалил и не выполнил. Производстве яиц тоже нет улучшений, отметил глава региона. Гауесур Мухамбетов подчеркнул, что ситуация на предприятиях Кызалжарского и Теншинского районов не стабилизирована. Это недоработка тех, кто их возглавляет, считая таким области. Отдельно хочу отметить тот факт, что до сегодняшнего дня не решен вопрос по подведению инженерной коммуникации, электро-водоснабжения и канализации к предприятию ТО «Петропавловский бройлер». На сегодня предприятием построены 12 корпусов, мы на этом предприятии были. Осталось только установить соответствующее оборудование. Инвесторам потрачены средства на эти работы, в том числе и заемные. Запуск предприятия инвесторам планировался в декабре текущего года. Предприниматель теряет сегодня прибыль государственной налоги. По данному проекту было выделено 264 миллиона тенге с НАЦФОНДА и 29,2 миллиона тенге. А НАЦФОНДовские деньги были в полном объеме освоены. Но в связи с тем, что Севкас Энерго отозвал свои техусловия, провелись согласительные процедуры. На сегодняшний день соглашение все достигнуто. И проект планируется завершить до конца марта месяца. В сфере промышленности область произвела продукции на 574,7 миллиардов тенге. Здесь тоже не обошлось без аутсайдеров. Мамлюцкий недостижение 4%, Жамбальским районом недостижение 10%, Темиряевский район недостижение 10%, Аэртауский недостижение 17,2%, Иесийский недостижение 28,5%, Акжарский недостижение 33%. Плановые показатели вот этих районов недостигнуты. Кроме того, в половине районов не смогли привлечь необходимое количество частных инвестиций. Это говорит о том, что их первые руководители не умеют работать с представителями бизнеса, отметил Акимобласти. Управление сельского хозяйства совместно с Акимами районов усилить работу по поиску новых инвесторов, в том числе и в рамках пилотного проекта по строительству молочно-товарных ферм. Заместителя Акима области по своим курируемым направлениям внести предложение по дисциплинарной ответственности лиц, допустившие значительное недостижение показателей социально-экономического развития по итогам 2023 года. Говорили на заседании Акимата и о рисках неосвоения денежных средств, в которой области были выделены из республиканского бюджета. Сегодня выделяются средства с национального фонда, с республиканского бюджета, и мы сегодня умудряемся находить причины, умудряемся не освоить эти средства. То график производства работ не исполнен, то технической спецификации кто-то что-то вовремя не отдал, то каких-то форум нет. Когда нет системной работы, тогда мы наблюдаем то, что мы наблюдаем сейчас. Сегодня до миллиарда мы можем не освоить, вернем. Мы эти средства должны с местного бюджета отдавать. На эти средства можно было построить социальные объекты, улучшить инфраструктуру в селах, отметил глава региона. Кауестер Мухаммедов поручил своим заместителям проанализировать недочеты, связанные с работой Акимов районов. Дарья Пушминцева, Александр Янцен, МТРК.